Здравствуйте, дорогие друзья! По ряду объективных причин и субъективных немножечко задержалось видео и одно, и второе, и третье, поэтому я сейчас делаю один фильм, потом второй, а потом третий. Значит, сегодня мы будем вязать приблизительно имитацию Royal Wolf. Очень интересная, красивая и результативная мушка. Не только, как говорится, по жереху, хариусу, но и практически в зависимости от величины крючка можно ловить с удовольствием и другую белую рыбу. Нам понадобятся материалы, ну, как я уже обычно показывал, я использую вот такой клей, это гелевый. Значит, нам понадобится перо павлина, ну, буквально три-четыре-шесть бородок пера нужно будет. Нам понадобится вот такое шлямпное перо, или же можно взять немножечко вот другое перо петуха. И также это в других фильмах будет проходить у меня мех косули, но и джуналевый петушок. А сейчас мы будем изготавливать с вами, ну, почти стандартную классическую мушку с небольшими отступлениями. Я буду использовать вот такой хитрый мех, это кафтейл. Чем он отличается от бактейла? Я уже рассказывал, но повторю. Это хвост коровы, обесцвеченный и покрашенный флуоресцентной краской. Достаточно хорошо работает, плавает, и в то же время мне надо, чтобы эта приманка, так как она сумеречная, чтобы она у меня хорошо была видна на дальнее расстояние. Ну, и рыба хорошо реагировала. То есть, для нас мы поставим в крылышко кафтейл, а для нашей рыбки будет хорошее красивое тело. Ну, и давайте приступим. Для того, чтобы нитка не скользила, нам необходимо с вами обязательно нанести немножечко клея на цевьё и промотать желательно поровнее, потому что потом придётся нам... Я использую нитку гораздо толще, где-то 6,0, для того, чтобы мне сделать своего рода вот такую ровненькую подложку. А потом я перейду на очень-очень-очень тонкую нитку. По вашей просьбе я буду рассказывать очень-очень подробно. Кому не нравится и кто говорит, что нудно, пожалуйста, можете не смотреть. Значит, стараемся так, чтобы не зайти сильно. Вот смотрите, видите, мы дошли до... Я опустил нитку до бородки крючка. Здесь мы делаем небольшую вот такую вот ступенечку, для того, чтобы наш хвостик приподнялся. И теперь будем возвращать нашу нитку. Ну, чтобы мы не наматывали 325 раз, отрывали, не отрывали нитки, я обычно всегда пользуюсь таким методом. Беру и сразу закрепляю ту нить, которая мне нужна. Вот приблизительно столько нам будет вполне достаточно. Можно будет потом переходить, можно не переходить на другую нитку. Ну, мы с вами подкрасим. Когда головку нужно будет делать черным. Убираем теперь эту нить. Значит, нам понадобится для хвостика, это в классическом варианте, используется бородка из шеи. Вот, как вы видите, вот такого перышка фазана. Можно заменить на щепотку яркого, если у вас будет какое-либо перо. Ну, можно, в принципе-то, любое, вот у меня когда-то, вот остаются вот так разные, оранжевые. Но так, чтобы была эта хорошая плавучесть у мушки. Ну, и опять же, был хвостик. Особенность изготовления этой приманки заключается еще в чем. Мы должны с вами условно разбить на три части. Задняя часть, вот, приблизительно будет занимать место, не доходя до жала крючка. Здесь будет хвостик, и сделаем опушечку из бородок пера павлина. Здесь, вот, будет занимать большую часть, две трети, считайте. Это тело оранжевого цвета. Здесь опять у нас будет идти грудка из пера павлина. Ну, и опять же, здесь будет крыло крепиться и опушка из нашего пера. Поэтому заранее необходимо разделить и сконструировать нам все элементы, чтобы они у нас не набегали друг на друга. Подготовим немножечко площадочку. И я беру приблизительно, вот, выбираю так, чтобы у меня где-то бородки были одинаковые и более-менее симпатичные. Приблизительно вот такую, сейчас покажу, щепоточку. вот, подравниваем наши полосочки и отрезаем. Перекладываем в нашу другую руку, так, чтобы это было симпатично. Примерить нужно хвостик. Он приблизительно должен равняться у нас или загибу, ну, чуть больше загиба, потому, что будет мало, так как мушка у нас длинная. Ну, я приблизительно под тело. И, вот, как вы видите, вполне красиво отрезал. Вот такими сперва широкими накидами нитки подхватили. Все. Приблизительно вот столько у нас может быть немножечко задлинный хвостик. Ну, это не страшно. Так, и слегка приподняв его, мы опять вот под хвостиком проматываем. Тогда он у нас будет все время торчать вверх. Годится. Теперь берем две-три бородки пера павлина. Желательно выбирать так, чтобы они были качественные, потому, что поклевка здесь идет в большей степени рыбы. И беру вот так, сейчас отвлекаюсь, отрываю. То есть, те, которые у меня оторвались от кончика, они оторвутся. Я беру, значит, так, чтобы не было скученности материала, приматываю по той длине, которую я промотал, прихватывая хвостик. Уводим. Опять берем немножечко клей. Я не армирую, а достаточно вот применить клея без фанатизма, потому, что он может потом проявиться на нашем пере. Используя функцию ротори, вращения, я изготавливаю здесь опушечку. Очень внимательно возлежала крючка, иначе можно подрезать на один раз перо. Плотно-плотно. Чем плотнее, тем лучше. Виток к виточку руками не трогать, иначе наши бородки примнутся. Ну и, как я говорил, достаточно до жала нашего крючка. Вот так. берем берем подхватываем снизу нашей ниткой. Можно многие, допустим, как вот вяжут американцы, тынь-тынь-тынь, промотали это же перо, чтобы не отрезать. я этим не играюсь. Отрезали. Как раз нам вот этой оставшейся части еще, правда, немножко добавим, так как грудка у нас будет чуть пышнее. Перышко. И закончим. теперь вот эту часть очень-очень качественно теперь. Нитка у меня флюоресирующая, то есть хорошо отражает цвет, поэтому я делаю подложку из этой нитки. Тело можно выполнять как красной ниткой, так и оранжевой. Ну, я отчасти так как у меня имеется оранжевая нитка, буду пользоваться оранжевой. Даже здесь вот приветствуется я уже не один раз замечал, если слегка вот такое как каплевидное будет получаться у нас тело не обязательно вот ровный цилиндр. Да, много, конечно, забирает времени, но красота требует жертв. приблизительно вот столько нам с вами будет достаточно для изготовления тела. Вот так примерно. И теперь вот у меня имеется вот такая вот нитка, она флюоресирующая, но правда она стрейчевая. Ничего страшного, мы сейчас все сделаем как нужно. Значит, берем, подхватываем край нитки, подтягиваем ее, захватили. Она достаточно, почему я использую эту нитку, она достаточно крепкая. И честно скажу, вот эта лохматость в воде, она мне нравится, которую дает нитка, но мы постараемся сделать как можно ровнее. И опять я беру нитку в натяжку, не из рук в руки, как перематываю, а вот также вот на катушке, но использую натяжку. И начинаю вот от нашего пера. Стараемся вот так ровненько, чтобы не было у нас бугров, пройти. Приблизительно вот столько нам хватит. Так, учитывая то, что нитка у меня гадость накручивается, я смотаю. Вот. И обратно теперь возвращаемся к жалу. Как вы видите, уже тело приобретает красивую такую форму. Ровненькую. Приблизительно так. И аккуратно возвращаемся так же стараемся, чтобы не было у нас с вами больших ступенек. Возвращаемся к колечку. нитку. Все. Оставляем здесь. Подхватываем нашу нитку. нитку. И обычно вот так перекидываю две нитки, рабочую и ту, из которой делал тело. Они как бы вот перехлестнулись вполне достаточно. Так. Все. Вполне достаточно. Теперь мы немножечко зайдем на наше тело. Сейчас будем изготавливать грудку. И что допустим вот самое интересное. Я сейчас отвлекусь. Значит можно изготавливать крыло допустим вот из меха косули вот допустим лежачее а можно и стоячее вот вплоть до того что вот так вот будет располагаться само крыло. Поэтому вы выберите для себя любой какой вам удобный вариант. Ну я допустим буду изготавливать чтобы у меня крыло было слегка как бы лежачее. Чтобы было видно издалека его. Возьмем добавим еще бородочку одну нашего павлина. к тому перу что у нас осталось. И теперь вот три эти пера закрепим здесь. значит принцип точно такой же но нам с вами необходимо оставить буквально здесь вот один два миллиметра для того чтобы мы могли с вами закрепить ну будем говорить так и ёршик и крыло вот все что у нас имеется. К тому же мы должны вот грудку разбить как бы на две части для того чтобы наш павлин оказался и вот здесь сзади и в передней части там где мы закончим опушку. Поэтому что я делаю? Я беру вот так подхватываю перо и проматывая его вперед подхватывая к цевью. Сделали. Теперь берем наше перо желательно оборотки подбирать чтобы они были немножко ну не совсем так уж а немножко длиннее жало чтобы были. Он должен потому что нагрузка спереди очень большая и наша мушка должна хорошо плавать. Выравниваем вот так немножечко перо чтобы хорошо зацепилось пару тройку раз будет достаточно я беру замок переворачиваю обратно перо и нитку увожу вперед. Теперь я выполню буквально 2-3 оборота пером так чтобы немножко как бы обозначить наш наш ёршик. ёршик можно мотать бородками как вперед ну так же как и вот я мотаю к жалу поэтому это не столь принципиально всё зависит от того как вы захотите чтобы мушка у вас хорошо стояла или допустим не упиралась сильно на воде всё вот этого будет достаточно я для того чтобы было более симпатично обычно перо отрезаю но это для удобства работы но мы не будем искать путей лёгких поэтому будем изготавливать вот в таком классическом стиле когда оно всё нам мешает берём теперь вот такую приблизительно небольшую кисточку нашего кафтейла сильно усердствовать не стоит потому что мы должны только лишь вот обозначить наше крылышко берём отрезаем и подравниваем потому что сам мех не совсем ровный можно использовать как я уже говорил другое перо я обычно беру вот так и начинаю вот можно даже вот эти жёсткие убрать а эти волокна оставить для другой мушки и убираем подшерсток так как нам не нужно чтобы было нагромождение вот так теперь прикинем примерно отлично мне вполне нравится вот до нашего хвостика до загиба и теперь срезаем обязательно берем наш клей так как мех это что с хвоста оленя что с коровы теленка очень скользкий добавляем капельку клея на место крепления и я беру вот добавляю немножечко клея в торец меха этого будет достаточно чтобы закрепилось укладываем следим за тем чтобы у нас не убежала далеко далеко наш мех подравниваем руками если в этом есть необходимость так чтобы он у нас стал строго вот так вертикально как я уже говорил мы будем с вами я не буду менять беру и просто черный маркер надо уже подкрашивать нитку так как переходим к головке и цвет у нас обязательно чтобы был темненький поправляем бородки пера и пару тройку вот раз вполне достаточно так как клей у нас будет достаточно хорошо держать что я делаю дальше я беру вот перо и подхватывая его до края нашего меха вот прямо вот так желательно пром вот перо которое у нас мы подхватили убрать все вперед и хорошо промотать потому что мех будет у нас ползти за счет того что наш бактейл скользкий для удобства я переведу тиски переднее такое положение и уже без использования ротори вот плотно 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 насколько вот у нас получится выполним обмотку нашим пером стараемся не доходить до колечка пару миллиметров отлично закрепим теперь наше перо и остатки удалим так теперь самая такая неприятная у нас процедура нам необходимо с вами промотать опять пером до ёршика и вернуться до колечка поэтому я обычно делаю вот поверху вот такой переходной пером и теперь уводя бородки слегка увлажнив пальцы выполняем прямо по грудке сильно не приминая нашего павлина пару тройку вот оборотов будет вполне достаточно вот у меня как раз плохо подошла пуховая часть но длины пера немножко не хватило это не страшно потому что при паре тройки поклёвок рыба наша всё выровняет аккуратно уводим вот так назад чтобы не торчали наши бородки и начиная от колечка формируем уже головку подкрасим нить подкрасили и продолжаем дальше головку стараемся сильно не утяжелять так как чтобы наша мушка не клевала носом это друзья мои вот я честно говорю самый бюджетный такой вариант так как вы просили правильно если вязать то надо использовать специальное перо которое будет хорошо давать у нас ёршик но эта мушка у нас будет плавать за счёт того что здесь у нас используется мех вот как вы видите вполне достаточно даже немножечко вот великоваты будут бородки пера теперь вот допустим сейчас я пока в этом варианте мы остановились использую я могу допустим использовать сейчас если у вас нет вот такого меха как я показывал есть продается вот такое полипропиленовое волокно но оно есть и такого вот как у меня зелёного есть и шартрес есть разных оттенков поэтому крылышко можно будет изготовить и из него ну теперь давайте я закончу ну и дальше уже будем смотреть на готовую мушку я несколько раз нанёс на головку лак в принципе это ещё нужно будет нанести но в данный момент она уже почти готова как вы видите перо немножечко конечно длинноватая но ничего страшного и так сойдёт для другой мушки я уже подготовлю другое перо и самое главное этот я вязал на крючке номер 4 а следующую будем вязать вот на крючке номер 6 хаябуса достаточно хорошие хоть они и для мокрых мух но в сухом варианте тоже достаточно хорошо себя ведут вот в принципе это и всё благодарю вас за внимание следующий фильм будет сейчас же